Наступление теплого сезона, их смягчение ряда ограничений, связанных с распространением COVID-19, являются теми факторами, которые мотивируют многих горожан отправляться отдыхать на свежем воздухе. Однако далеко не все следуют актуальным требованиям Кабинета министров, в которых оговорено, что вне помещений собираться может не более двух домохозяйств, общим числом не более 10 человек. Среди соблюдения этих правил на уровне муниципалитета призвана полиция самоправления, которая регулярно патрулирует места скопления людей. Особое внимание уделяется как магазинам и торговым центрам, так и природным обустроенным уголкам отдыха и детским площадкам в микрорайонах. Всего в Даугу после в основном у водоемов силами управления коммунального хозяйства обустроено 19 мест отдыха, где можно разбить пикник и использовать мангалы. Они становятся особенно популярными в выходные дни, когда полиция самоправления ведет усиленный контроль. При этом специалисты напоминают, что не менее интересный и приятный отдых может быть и в лесу. Латвия является одной из немногих стран, где в лесу, за исключением зон частной собственности, разрешено не только свободно перемещаться, но и разжигать костры и ночевать. Делать это, конечно же, нужно соблюдая чистоту и правила пожарной безопасности. В городе внимание уделяется и детским площадкам, где нередко наблюдается большое скопление ребят. Полиция самоправления просит родителей быть сознательными и оценивать количество детей, прежде чем отпускать на площадку своего ребенка. Не стоит забывать и о средствах дезинфекции после посещения подобных мест. За несоблюдение актуальных требований по скоплению людей, равно как и требований в сфере торговли и услуг, предусмотрен денежный штраф в размере от 10 до 2 тысяч евро для физических лиц и от 140 до 5 тысяч евро для юридических лиц. Главная задача стражей правопорядка в таких случаях, однако, заключается не в наказании, но в профилактике нарушений. Поэтому в большинстве случаев проводятся разъяснительные беседы, и только при отдельных грубых нарушениях дело может дойти до реальных штрафов. С приходом теплого времени большое внимание уделяется требованиям по скоплению людей и на детских площадках, и в местах отдыха. Задача полиции – напоминать людям о соблюдении ограничений, но судить персон – это уже крайняя ситуация, когда люди многократно нарушают актуальные правила. Городская дума акцентирует внимание горожан на том факте, что сейчас от каждого жителя напрямую зависит то, какие ограничения будут действовать в ближайшие теплые месяцы. Сомправление очень надеется, что больше не придется прибегать к тем строгим запретам на отдых на природе, которые действовали весной прошлого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.